В этом году очень много клинических исследований новых, результаты новых клинических исследований вышли, новых подходов, поддерживающих терапию. Поэтому за 15 минут много не расскажешь, поэтому постараюсь очень кратко, но такими основными мазками то, что мне понравилось в этих двух конференциях, хотя и на Эфме, и на АСКО, тоже было много новых и интересных данных, может быть, на следующий год. По поводу конференции, раз, наверное, не все с ней знакомы, это наш ежегодный симпозиум, тоже международный, по поддерживающей терапии. Он проходит всегда в первые числах октября в Москве, поэтому если кого-то будет интересовать участие, пожалуйста, будем рады вас видеть. В этом году наш симпозиум впервые уже поздравлял экспертов, тех людей, которые действительно стояли у истоков, поддерживающих терапию в онкологии. Это профессор Ларионов, профессор Возный, профессор Сильчук Владимирович. Так получается, что экспертов этой области, особенно мэтров, почему-то очень мало о них говорят в Российской Федерации, поэтому мы решили, что это неправильно. И обязательно и на следующий год будем, скажем так, поздравлять наших других экспертов, которые есть, и обязательно о них и рассказывать. И всячески, скажем так, знакомить наших новых онкологов, которые приходят к нам в службу с этими замечательными специалистами. Если говорить о вообще мировой тенденции, то мы с вами видим, что по-прежнему то посложнение противоопухолевой терапии, они как были, так и остаются. Это три основных, скажем так, наиболее часто встречающих типа осложнений. Это гематологические осложнения, дерматологические и гастроэпистенальные осложнения. И, в общем, мы об этом обсуждали на нашей конференции. И, в общем-то, на конференции МАС точно так же, опять же, был поднят вопрос о том, что да, спектр осложнений, вот эта тройка, она по-прежнему остается лидирующей. Что на конференции РАСК, какие три такие работы, которые мне, во всяком случае, очень понравились, и которые я тоже хотел бы с вами поделиться. Это первая работа профессора Чеботарева Ниталии Викторовны. «Проблемы нарушения функций почек у больных с злокачественным образованием». Большой раздел, которому, к сожалению, онкологи-химиотерапевты абсолютно мало уделяем внимания, хотя там очень много нюансов, которые необходимо учитывать при противопухолевой терапии. Одним из таких нюансов, кстати, является формула и расчета для СКФ, когда мы говорим о возможности, в частности, назначения таргетной терапии, иммунотерапии. Вы знаете, что есть очень много формул, которые были и существуют для расчета СКФ. Ну вот Наталья Викторовна делала такой вот обзор и сделала такой вот совет, скажем так, такие вот рекомендации по определению формулы. Значит, на основании существующих российских и международных рекомендаций, нефрологи все-таки рекомендуют пользоваться формулой СКДП для онкологических пациентов. Но мы не говорим о расчете формулы кармоплотина, там она была как есть. Но вот именно когда мы определяем СКФ, еще раз говорю, там, допустим, для таргетной терапии, нам надо понять, нам там дозу как-то редуцировать или не нужно, вот все-таки нефрологи рекомендуют пользоваться СКДП. Поэтому, если вы будете использовать, то помните о том, что, да, действительно много формул, но для онкологических пациентов, в частности, вот, консенсусы международные, ГИГА и ЭДКИ рекомендуют именно ее. Следующим важным аспектом, на мой взгляд, является то, что, вот, во всяком случае, мы всегда стараемся на нашем симпозиуме обязательно приглашать практикующих специалистов, которые не только, скажем так, знают теоретические аспекты, но и организационные аспекты в поддерживающей терапии. Вот, в частности, было очень интересно выступление клинического фармаколога Анастасии Павловны Диктярниковой о практических аспектах организации нутритивной поддержки в Забайкальском краевом онкологическом диспансере. Очень отрадно было о том, что это был не только, скажем так, некий теоретический, да, аспект, что вот у нас организовали, мы что-то делаем, но это был действительно хороший, хорошо организованный процесс, который включал в себя и хорошую номенклатурную базу, в частности, очень хорошие чек-листы, которыми они пользуются для нутритивной поддержки. Действительно, ну вот, слушая докладцы, даётся впечатление, что действительно этот вопрос у них поставлен в рамке, скажем так, той клинической практики, рутинной клинической практики, которая существует, и это не связано ни с коем с наличием аспирантов и ординаторов, да, который зачастую является драйвером чего-то нового внедрения, это действительно уже такая хорошая практическая деятельность и в онкодиспансерах. Ну и третий аспект, на который я хотел бы обратить внимание, и обязательно обратить внимание молодых специалистов, кто только пришёл в профессию, если вы читаете информацию о поддерживающей терапии, и интересуетесь её не меньше, чем по онкологии. Есть очень хорошая, вот мы попросили Ольгу Владимировну по Чинску подготовить такую вот очень хорошую презентацию, она будет размещена на нашем сайте, как не заблудиться в сетях поддерживающей терапии при поиске важной и нужной информации. Она приводит достаточно хорошие и правильные алгоритмы, как выбирать необходимую литературу по поддерживающей терапии, на что обращать внимание. Ну на этом всё, я не буду останавливаться больше на нашем российском симпозиуме, перейду уже к освещению новостей международного общества, я думаю, что многие ждут именно эту вторую часть, поэтому сразу хотел бы сказать, что в этом году МАС проводил конференцию в Японии, к сожалению, мы не смогли туда попасть, но были, скажем так, онлайн, поэтому то, что касается научной составляющей, она сохранена, то, что касается, скажем так, непосредственно общения с коллегами, тоже всё хорошо, всё сохранено, надеемся, что на следующий год нам удастся попасть. Прежде всего, я хотел бы, ну, показать, рассказать ещё раз, куда направлены взоры экспертов в области, скажем так, активного использования различных режимов физической активности, йоги и других направлений в поддерживающей терапии, вы увидите, что, в принципе, вот это опыт института, онкологического института из Индии, это пациент, который получает химио-лучевую терапию, и вот, в общем-то, в коридорчике с резинкой он занимается и просто ходит. Действительно, на сегодняшний день внедрение вот программ физических упражнений для онкологических пациентов, которые не только закончили, окончили уже противоопухолевлечение, но и в процессе противоопухолевлечения является очень-очень важным, но здесь очень правильный посыл, который был сделан нашими английскими коллегами, это о том, что всё-таки программы должны быть прецизионные, персонализированные и прагматичные. Почему? Потому что те рекомендации по физической активности, которые существуют, конечно же, они не могут подходить для всех онкологических пациентов поэтому так или иначе в дальнейшем будет какая-то персонализация в этом вопросе хотя бы в зависимости от методов лечения. Почему? Потому что в зависимости от нагрузки, от методов лечения может и должна изменяться программа персонализированной онкологии. Очень важным аспектом, и мне показалось очень интересным, мы в основном говорим о онкологических пациентах, но учитывая, что конференция проходила в Японии, в очень технологичной стране, конечно, было очень много выступлений, связанных с различными техническими аспектами, и мне очень понравилось, скажем так, то, что придумали японцы для своих хирургов, это такие специальные костюмы, как экзоскелеты, которые помогают онкохирургам, разгружают их спирт, в частности, вы видите, синие и желтые графики, это изменение электрической активности с мускулиспсояс, насколько она снижается при использовании вот этих экзоскелетов, поэтому я думаю, что поддерживающая терапия идет даже не только к пациентам, родственникам, но и уже непосредственно к самим онкологам для того, чтобы улучшить их качество жизни в процессе лечения онкологических пациентов. Очень интересным было выступление по поводу профилактики падений у пациентов, причем неважно, находятся ли они в онкологической клинике, или они находятся дома, а использование сенсоров, который позволяет, вы видите, определять достаточно большое количество позиций пациента, даже если он находится в туалете, приводит к резкому снижению частоты падения, соответственно, и необходимости ночного наблюдения за пациентами, ну, если они находятся в клинике, либо каким-то патронажем. Ну, конечно же, вопрос искусственного интеллекта, он не обходит внимание и, скажем так, вопросы поддерживающей терапии, тоже очень много выступлений и работ, вот вы видите, работы, которые сейчас пытаются сделать по возможности предсказывания токсичности с помощью искусственного интеллекта, действительно, мониторинг токсичности, выбор плана, лечение плана наблюдения, все это, возможно, будет с использованием искусственного интеллекта, и, в общем-то, такие работы активно ведутся в клинической практике. В поддерживающей терапии. Один из вариантов использования генотерапии при лечении ксеростомии, индуцированной лучевой терапии, очень интересное, это введение через вирусный вектор, ну, скорее всего, через аденовирусный вектор, гена, который улучшает свойства клеток, именно протоков слюной железы выделять секрет, в результате этого, как вы видите, резко улучшается, то есть снижается выраженность ксеростомии, поэтому генотерапия приходит и в поддерживающую терапию, и появляются новые и интересные препараты. Профилактика, тошноты, рвоты, казалось бы, ну, здесь некий застой, мы все видим сравнение все тех же препаратов, но очень интересная работа, это пантопрозол в эффективности и профилактике отсроченных имитических реакций, в общем-то, простое в исполнении исследований, сейчас мы как раз запускаем такое исследование у наших пациентов при химиотерапии, поэтому я думаю, что, может быть, в ближайший, может быть, на следующий год пантопрозол против плацебо в профилактике тошноты и рвоты на второй-пятый день. Естественно, что пациенты получали необходимую профилактику HD3 и дексаметазоном, но просто на первом цикле одна группа дополнительно получала пантопрозол, другая плацебо, на втором цикле они менялись, плацебо с пантопрозолом, вы видите, что первичная и конечная точка это отсутствие выраженности имитических реакций, была очень-очень достаточно высокой в группе пантопрозола, это 50%, поэтому мне кажется, что пантопрозол можно вводить в клинические рекомендации, почему? Потому что 100-я абсолютная разница в 12,3%, это, в общем-то, уже становится необходимым препаратом для профилактики отсроченных имитических реакций, в частности, тошноты. Еще одним важным аспектом, который сейчас активно дискутируется в поддерживающей терапии, это не только увеличение количества пациентов, которые получили радикальное лечение, но это увеличение количества хронических заболеваний, которые развиваются у онкологических пациентов в результате противоопухолевого лечения. Вот вы видите исследование, которое было опубликовано в журнале «Канцер» в 2021 год, здесь пунктирные линии, вот здесь хорошо выражено, пунктирные линии – это не онкологические пациенты, а сплошная линия – это онкологические пациенты. Вы видите, что в частности гипертензия не только частота, то есть количество пациентов с гипертензией возрастает, но и вообще, в принципе, встречаемость популяции у онкологических пациентов, которые получили противоопухолевого лечения, она выше, чем у пациентов с неонкологическими заболеваниями. Поэтому, конечно, на сегодняшний день мы говорим о том, что эта группа пациентов, не только группа пациентов, которые выжили, но это в большинстве своем пациенты, которые имеют серьезные хронические заболевания, которые требуют внимания уже со стороны наших коллег, других специалистов, и об этом надо помнить. И в доказательство того, что да, действительно, это большая проблема, очень интересное исследование. Я, если честно, впервые встретил такое исследование. Очень рад, что его публиковали именно в разделе, представили именно на конференции по поддерживающей терапии. Боюсь, что если бы оно было бы на конференции по химиотерапии, его просто бы в потоке информации бы не заметили, а здесь это такая была изюминка на вишенька на торте. В чем, скажем так, уникальность этого исследования? Исследование оценило влияние химиотерапии на изменение эпигенетического возраста пациента. Было две группы пациентов, определяли эпигенетический возраст, это можно сделать у пациентов раком молочной железы, которые получали химиотерапию, и у пациентов без локачественных новообразований. В чем суть? Суть в том, что брали кровь перед химиотерапией, после химиотерапии, и смотрели изменения, грубо говоря, степени полиморфизма, которая встречается у пациентов до химиотерапии, после химиотерапии, и с помощью алгоритма определяли эпигенетический возраст. Оказалось, что действительно у пациентов, онкологических пациентов, это красные, и красные это пациенты без онкологических заболеваний, зеленые это онкологические пациенты, которые получали химиотерапию, мы видим изменение эпигенетического возраста, причем цифры оказались, ну для меня просто некими такими шокирующими. Оказалось, что в грудь пациентов рака молочной железы, которые получали химиотерапию, эпигенетический возраст увеличился на 4-6 лет после старта химиотерапии. То есть если пациентка, грубо говоря, пришла, у нее генетический возраст по паспорту, биологический возраст по паспорту 50 лет, то после окончания химиотерапии она становится уже как пациентка 56-летнего возраста. Поэтому, конечно же, эпигенетические изменения приводят к появлению хронических заболеваний, что, конечно же, мы должны учитывать при курации наших пациентов. На этом у меня все. Я благодарю за внимание. Продолжение следует...